всем привет меня зовут алексей это канала горошки и сегодня 8 августа 2021 года я приехал на дачу ну понятное дело сразу заниматься виноградом погода сегодня хорошая 26 градусов тепла перед этим неделю-две неделю точно шли дожди и я неделю там перед дождями сделал обработку все также применял топаз эридомил голд потому что погода жаркая стояла не захотел скоро применять и узнаете вот приехал сегодня и это защита выдержала дожди лист не болеет виноград тоже пока не болеет но есть отдельное есть потрескавшиеся но затянувшиеся раны это где-то я приглушил хотел на льду на льду всегда больше всего вот и сейчас . набегает наверно дождь будет так значит ягода наливается грозди нормальная на алюшенко не в этом году оставил по две грозди и кстати вот размещается алюшенко мягкая ягодка становится так что еще сделал значит остановил в очередной раз все побеги все пасынки оборвал и по убирал молодой лист потому что погода такая что болезнь наверняка будут прыгать наседать ну да белый налет после обработки но я на ягодах отрезка пока нет у меня такие погодные условия здесь я уже говорил низина участок низине находится поэтому сроки всегда на пару недель оттягиваются поэтому раньше сентября я здесь все равно ничего не попробую поэтому сроки ожидания после обработки конечно же будут выдержаны чтобы весь лист чистый и болезни нет ну вот кое-где пропустил вот оторвал один листочек оставляю потому что больше мне не надо и скажем везде где было два три листа то оставлял по одному все прошелся проредил чтоб лучше проветривалась было и никакой заразы не наседало хотя вот ведь вот еще есть потемнение поэтому пока трогать не буду а так в целом ягода потихоньку наливается и вроде бы все хорошо этот виктор у него есть такие вкрапления темные точки ягод как это но вот она вроде потемневшая но приплюснута возможно еще это удары по проволоку может и нет на всякий случай обрываю такие ягоды выброс что перестраховаться короче прошелся везде все хорошо как таковых у кое-где треснутые ягоды были я их поудалял так цело нормально вот лешенкин как всегда где-то что-то в гуще пропустил ну вот видите но она остановлена засохшая так что я думаю что обработку делал не зря вот алешенкин на нем попадаются эти ягоды на на остальных кустах 1 2 наверно с двух кустов вот молодые то прошлогодние кусты нормально растут такие по 2-3 метра лозы повырастали даже есть сигнальные гроздочки это у меня надежда зас два рукава хорошо растут то однолетний какой может метр вырос это кишмиш 342 который второй год жировал я какие-то тоже есть пару сигналок я где-то когда лоза в метр отраслаживающие и обчеканил и потом пошел рост уже обычно нормальная с карандашик глаза тоже побеги маханули по метра три не меньше так что это у меня ливия я тоже дала сигналку в этом году то второй год ему сколько здесь 4 лозы но 2 2 вообще хорошая длинная метр два с половиной нормально так это юпитер штуки 4 небольших сигнальных грозди ну еще даже не окрашивается но лоза тоже он у меня сильно росла и по метра три на три рукава это вот молодой кустик в этом году высажены еще я в этом году наверно кустов 5 посадил вот еще маленькие слабенький но всегда ж надежда что одна-две почки перезимует перезимует будет рост вот еще один метр может вырос а здесь я в ряд тоже посадил молодой кустик растет тоже три-четыре побега растут тоже пасынки так что еще делал же обработку кристаллоном еще зеленым сейчас купил коричневый сейчас еще 1 2 тоже обработаю коричневым кристаллоном а потом уже это середины начну обрабатывать только калина фосфорным удобрением и от грибковых каких-нибудь от гнили он мне поможет и для лучшего вызревания лозы вот такая ситуация так что пишите как у вас с болезнью хороших всем урожаев подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока до новых встреч а